После инцидента с туристом в Берлине, беглый артист обратился к подписчикам в социальных сетях. Он хотел поделиться мыслями и успокоить фанатов, которые беспокоятся за него. Интересно отметить, что россияне согласились с его высказываниями, однако есть одна важная деталь. Артур Смоленинов решил объясниться после скандального видео, на котором он был вместе с блогером Евгением Савиным на финале чемпионата Европы по футболу. Оба они покинули Россию после начала СВО. Напомним, что российский турист заметил артиста и выразил ему свое недовольство от лица всех россиян. В ответ Смоленинов продемонстрировал контролируемую ярость, показывая готовность к бою, однако его товарищи помешали ему. Позже Артур опубликовал обращение в запретной социальной сети, объяснив, что делает это для успокоения своих многочисленных фанатов, чьи сообщения тоже были видны в видео. Он заверил всех, что с ним все хорошо и злые слова россиянина не причинили ему вреда. «Я сорвался, но я не жалею об этом, считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано. Я очень верю в возмездие», — заявил Артур. Вторая часть обращения актера была посвящена объяснению причины, по которой наглый россиянин, смеясь, осмелился заговорить с ним прямо на месте и не понес наказание. Как оказалось, мужчину, которого Смоленинов неминуемо считал уже погибшим под разрушающими ударами, спас Савин. По крайней мере, так утверждает Артур. «Спасибо, что крепко держал меня в тот момент. Правильно сделал», — поблагодарил товарища актер. Российские пользователи в комментариях оценили высказывания Смоленинова. Более того, некоторые даже согласны с ним, считая этот случай уникальным. Многие пользователи отмечают, что идея о добре, зле и возмездии полностью верна, но Артур и российские жители толкуют эти понятия по-разному. В результате люди пишут, что актер предсказал свою судьбу, выражая свое мнение в комментариях.